Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. Начинаю новый влог. Сгоняла на маникюр, обновила ноготочки. Такую красоту сделала. Сейчас покажу поближе. Вот так выглядят ноготочки. Очень красивый лак. Он уже вот такой вот с блёсками. Фокус, фокус. В общем, мне очень нравится. Юлечка, как всегда, сделала просто на высоте. Супер. Всё, мучим домой. Мучим домой. Доехали до Фикс Прайса. Съездили в Магнит. Ещё в Кипермагнит. И всё это время Крестюшка бодрствовала. Специально выбрали время, чтобы она бодрствовала. Нормально. Слушайте, она в этой Магнитской тележке хорошо путешествовала. В этом всё плане хорошо. Сейчас покажу вам покупочки Фикс Прайса. Но я для себя поняла, я там не была давно, несколько месяцев. И лучше бы не была. Народу тьма. Ничего интересного практически я не нашла. Вот честно, чтобы я не могла купить где-то ещё за такие деньги. Сейчас Маркетплейс, мне кажется, вообще рулит. Ну или может быть у нас такой Фикс Прайс. Мало новинок, мало интересного. Вообще ни о чём. Народу тьма. Не протолкнуться. Все куда-то лезут, спешат. В общем, не знаю. Новинок вообще мало. Дню Святого Валентина, наверное, уже всё разобрали. И всё, если есть, всё какое-то вот... Да, честно. Но, тем не менее, целый пакет мы набрали. Сейчас завернулся. Только что коврик на стол. Слушайте, с другой стороны он вот такой. Он, наверное, односторонний. Потому что у меня всю скатерть мою порезали ножами. Эти коврики, они поплотнее. На кухонный стол вот такой вот здоровый большой коврик положил. Пацаны у вас, наверное, не сориентируют, девчонки. Потому что, ну, если что, вспомню, скажу. А так, если есть, чек, покажу. Вот такую штуку взяли. Она у нас была. Но мы её разломали. Причём она служила долго. Сейчас, мне кажется, с крестюшки зайдёт. У нас была, в форме другого животного. Туда заливаешь пену, мыло жидкое. Вообще всё, что угодно. И купаемся с пузырьками. Она крепится и на ванну, и на плитку. Классная штука. На самом деле у нас уже такая была. И я туда буду заливать как раз вот фаберлик-бэйби средства. Чтобы безопасные были пузыри. И вот сегодня они у меня так купаются. Они теперь вдвоём купаются. Яблоки тут затесались из магнитов в пакете. Ну, я даже сейчас не открою. Но вы представляете. По-моему, 299 или 249 рублей стоит. Цена сейчас, конечно, фикс тоже вообще. Вот, было у нас крепление. Мы его в машине оставили. Вот это крепление классное. 199 рублей, помню. Кристюшка смотрела. Мы его присоединили. Присоединяется на подголовник. Да, вот этот туда. Два крепления. И причём на подголовник разное. Оно раздвигается. Тут даже вот написано. А, экран какой? До 19,5. То есть, можно планшеты, но небольшие. Удобно. Сейчас обратно ехали. Она смотрела телефон у нас. Мультик. Свой любимый синий трактор. Как бы и нормально удобно. Это магнитовские яблоки взяла. Они мне, кстати, нравятся. Сейчас, девчонки, я усядусь. Бахила всегда пригодятся. Так, взяла доску новую разделочную. Вот такую. Угибкая, но в то же время она толстая. Видите? Потому что не люблю, когда доски приходят не в годность. И люблю их менять. Вот такого вот цвета. Большая. 35 на 25. Сколько стоит? Даже не знаю. Детские салфетки. Огромную пачку. Пусть будет. Когда бываю в iFix всегда берут. Они мне нравятся. Не брала давно. Пачки растут и растут, мне кажется. И, смотрите, какой удобный клопот. Не помню тоже, сколько стоит. Нет у меня здесь чек. Наверное. Мы его не взяли. Конфетки кто-то взял я не брала. Ксюша набрала себе игрушек. Там пупыт огромный купила. Зачем? Я не знаю. Пара пупытов уже прошла. Так вот. Практически такого размера, как эта доска. И сквиш взяла себе. Так, вот эти пакеты для заморозки мне очень нравятся. Фикси фасовочные. Они очень прочные. Я их беру не для заморозки, а просто для завтраков и так далее. Потому что они безумно прочные. Так, две бомбочки новые появились. Бомбочки фикси попробуем. Вот так они выглядят. Бурлящий шарик для ванны с фруктовым ягодным ароматом. Не чувствуется через упаковку аромата. Так, это что? Это у нас что? А, это мы взяли для плесюшки. Все, смотрела. Там игрушки какие-нибудь интересные. Ну, ничего. Вот ничего. Мелкая книжка шуршалку взяла. Не помню, сколько стоит. Сейчас распакуем, посмотрим. Вообще не помню. Там была еще книжка для ванной. Зашуршала ее. Книжка для ванной брать не стала. У нас есть синий трактор. А вот такую взяла. Она как коврик раскладывается. А, вот. Она из ткани. Из ткани. Здесь вот тоже ткань. А внутри, видите, страничка шуршит. Яркая. Разные дизайны были. Кусочек от божьей коробки. Странички шуршат. Не знаю, будет она в такую играться. Внутри, в общем, там что-то шуршащее подложили. Вот это будет она у меня, скорее всего, сживать сразу же моментально. От гусенички вот этот хвостик. Бабочка вот такая. Ну, прикольно. Она такая мягенькая. Ну, пошита, видите, так себе над. Над что поняли, да? Продолжение крыльев не туда прилепили. Это типа от улитки. Видите, как пошито. Криво. Пошито криво. Можно было бы и самой так-то сделать, но времени нет. Ну, посмотрю, будет играться. Будет такая вот книжка. Так, и все, что клей. Классный клей, кстати. Очень хорошо держит. Берем не первый раз. Девчонки, еще один показатель хорошей стрижки, это когда ты с утра встаешь с вот такой укладкой. У меня только что глаза открыла, вот если честно. И вот с такой укладкой я зашла в ванну. Посылочка от Сталочка Корея. И здесь у нас очень интересные продукты. Так. Это серия Джамису. Или Джамису, правильно, девчонки, честно говоря, не знаю. Но мы с вами ее уже тестировали. Это известный корейский бренд, нашумевший достаточно, особенно в Инстаграм. Так, первый продукт. По-русски ничего нет, естественно. Я себе уже информацию сохранила, засклинила, чтобы не заблудиться. Второй продукт. Здесь эссенция у нас. Крем. Так. С кислотами. Пэды. Это пэды, по-моему, да, кислотные. Ну, типа пэдов, да, называются они по-другому. Немножко диски, да, кислотные. Я вот такие продукты вообще обожаю. Так, это у нас другое уже. Другая лимонечка. Для них должно быть четыре продукта. Все хорошо упаковано, посылка прошла очень быстро. Так. Это у нас бустер, что-то типа бустера, да. В общем, сейчас пойдем с вами ванну все тестировать, и я вам все расскажу. Это другая линейка. Такого, да. Такой я еще не тестировала. Тоже кислотный, смотрите, уход. Но мы его с вами в следующем видео разберем подробно. Вы просили корейскую косметику. Вот, пожалуйста, корейская косметика, куча. Девчонки, будем тестировать, будем разбирать. На джаннице мне очень нравится. У меня была другая серия, такая, знаете, с витамином С, оранжевенькая сыворотка, кремушек, еще что-то там было. Очень достойное, очень достойное. Сейчас попробуем и эту. Так, токобой тоже. Здесь эссенция. Так, убираем все это дело. Да, все, три продукта только будет, два джанниса. В общем, пойдем сейчас с вами джанниса тестировать. Начинаем тестировать. Так, с чего начинаем? Первое у нас подушечки для удаления черных точек. Вот как выглядит коробочка. Открываем. Что нам обещают? Создает сияющую кожу, мягко отшелушивая мерзревшие клетки, кожа с поверхности, одновременно удаля кожный жир и угри внутри пор. Все ингредиенты не содержат ЭОЭ, не знаю, что такое подходит для чувствительной кожи. Ну, перевод такой узкий. Идеально подходит для чувствительных запахов. Ну да, вот эта серия, я знаю, что она для чувствительной кожи действительно подходит. Вот такая банка, смотрите. Здесь АХА, БХА, БХА, кислоты. Класс, круто, обожаю кислотный уход. Так, забитые поры, сухая кожа, для сухой подходит, для жирной кожи, для грубой кожи, для чрезмерной секреции кожного сала. Так, я сейчас умылась, уже умылась, просто умылась утреннее умывание. Открываем с вами баночку. Так, что у нас тут внутри? Она еще запечатана. Класс, смотрите, как все круто. Здесь есть щипчики. Мы ими будем доставать с вами диски. Еще одна крышечка. Крестюша. Мамин хвостик. Вот так они выглядят. У меня были уже корейские беды. Это как ватные диски, только чуть-чуть побольше размером. И они такие, с одной стороны, рифленые. Так. Тоненькие. И вот они, видите, в такую, как точечку. Достали, чтобы не лазить руками. Все продумано. Красота. И очищаем нашу с вами кожу. Протираем. Пробитно хорошо. Аромат еле-еле уловимый. Какой-то сильной косметической отдушки нет. Как следует протираем. Кислоты. Вообще красота. Можно смыть потом, можно не смыть. Крестюша. Наполнитель кота. Это самая вкусная вещь на свете. Я уже не знаю, куда его поставить. Чтобы вот этот диод забралась. Так. Очищаем. Пропитаны хорошо. Как следует эта зона, где у нас с вами черные точки могут быть и поры забиваться. Вот в этой зоне. Так. Ну и все. С другой стороны они гладенькие. Они рифленые. Они с одной только стороны, что как бы такой легкий массаж на лице создает здорово. Так. Прошлись. Лицо у нас с вами очищенное. Теперь следующий продукт. У нас с вами какой-то тонизирование. Тонизирование. У нас есть тоник. Так. Сейчас я его найду. Тоник. Так. Нет. Это не тоник. Вот. Тонер для ухода за порами. Ищем его. Как он называется. Вот. Пор. Раст. Тоник по уходу за порами. Вот такой. Я вам ссылочки оставлю. Ссылочку на сайт. И на каждый продукт тоже постараюсь оставить. Вот. Сейчас, допустим, на тоник скидка 50%. Вот 790 рублей. Тебе дать тоник. Содержит 9% ПХ-кислот. То есть тоже кислотный. Классно. С крупной молекулярной структурой. Которая обеспечивает мягкое отшелушение. Все ингредиенты не содержат уже что-то вот ЭО. И подходит для чувствительной кожи. Мне кажется, искусственных красителей и так далее. Крисюша с масками играет с нашими, с Ксюшинами. Так. Тоже подходит для любого типа кожи. И удаляет секрецию излишнюю наших с вами пор. Так. Открываем. Веганский, кстати, продукт. Смотрите, отметка есть. У корейца не умеет. И не тестируется на животных тоже есть. Вот такой вот огромный баллон. Тоника на коробочку. Хочешь? Коробочку тебе вот. Вот такой. Это пластик. Здесь вот такой вот дозатор. Обычная дырочка. Мы с вами его распечатываем. Он зафольгирован. Пока непонятно. Подушки, по-моему, тоже такая же. Еле-еле-еле уловимая. После того, как протерло дисками лицо, оно увлажненное. Вот видите, оно светится как бы, да? Оно реально увлажненное. Хотя это продукт кислотный. И наоборот, может быть такой эффект сухости, шуши. Нет. Здесь прям даже легкая вот липкость есть. От прошлых пэтов у меня тоже так было, но она быстро проходит. Так, теперь берем с вами тоник, наносим его на ватный диск. И протираем лицо. Что ты там ешь? Игрушки, слава богу, игрушки. Так. Протираем лицо, тонизируем нашу кожу. Подготавливаем ее к дальнейшему уходу. Здесь вообще никакой отдушки нет. Если в дисках она была, еле уловимая, здесь вообще никакой отдушки нет. Так что, мне кажется, продукт действительно гипоаллергенный. Так, зону декольте пройдемся. Надо было очистить ее тоже диском. Все. Пока тоник у нас впитывается, дальше у нас с вами будет эссенция. Эссенция. Так, эссенция, эссенция для лица. Где ты у нас, дорогая? Ultimate Boost. Ultimate Boost. Вот она. Это у нас с вами эссенция. Крестюш. Не дай пись, а машинка-то милая. Да танцует тут. Питает и увлажняет с помощью смуцину улитки. Смуцину улитки. Повышает эластичность кожи, успокаивает чувствительную кожу. Легкая текстура меньше раздражает кожу. После очищения и тонизирования налейте эссенцию на лики, похлопайте по лицу и шее до полного впитывания. Нанесите сыворотку и увлажняющий крем. То есть эссенция у нас идет перед сывороткой, если что. Но я вообще люблю эссенцию использовать вместо сыворотки. Иначе прям вот очень много продуктов на лице. Смотрите, какие. Ку-ку. Тяжулик. Коробочки красивые какие, да? Тяжулик маленький. Мамин хвостик. Тоже в пластике. И здесь уже удобный дозатор. Можно прям на лицо. Прозрачный гель. Как сыворотка, консистенция. Так. Тоник впитался, кстати. Вот эта, ну легкая липкость еще осталась. На шею. До полного впитывания наносим. Да? Я иногда, ну как иногда, я очень наношу и впитается, и впитается. А тут можно помассировать. Да, значит правильно все делаем. Кристюш. Да. Сыворотка такая прям чувствуется, что с муциной у лики. Кто пробовал продукты с муциной у лики, чувствуется. Такая тягучая. Тягучая такая. Сразу кожа сияет. Красота. Мне кажется, действительно для любого типа кожи уход подойдет. Особенно будет радоваться, правда, чувствительная, сухая, возрастная кожа. Хотя Джамиса не сильно себя позиционирует как возрастной бренд, да? Но, тем не менее, ингредиенты, которые он содержит, они прекрасно подходят для возрастной кожи. Есть липкость. После муциной у лики она есть всегда. Что тебе дать-то? Что дать? Вот все игрушки у тебя, пожалуйста, играйте. Зульем. Видите, как кожа сияет? Красота вообще. То есть, если есть морщины, если кожа сухая, есть заломы, нужно ее увлажнять обязательно, чтобы она сияла. Пусть лучше она у вас превратится в жирную, чем быть, жирная кожа стареет позже. Чего ж тебе дать-то? Что ж тебе дать-то? На, во какую штучку. На. Во какая штучка. А, красота. Красота. Вот, все, кожа сияет. Липкость пока есть. Мне все нравится. Следующий продукт, четвертый. Это крем. Это у нас с вами крем с муциной улитки для восстановления барьера. Вот так он выглядит. Дай, 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 дай. Дай, дай, дай. На него сейчас тоже, кстати, скидка. Питательно увлажняющий с муциной улитки. Улучшается эластичность кожи, успокаивает чувствительность. Чувствительную кожу. После очищения и тонизирования налейте эссенцию. Так, это эссенция. Это у меня инструкция к эссенции. А где крем? А, ну, в общем, ну, крем. Ну, что тут к нему инструкцию читать? Открываем с вами крем. На коробочку. Держи. Вот такая туба. Объем большой. 12 месяцев может быть открытая. Поэтому соотношение цены и объема вот этих вот продуктов и тоник большой, сколько тут миллилитров. 12 месяцев тоже может быть открытый. Так, вообще миллилитраж не вижу. Тоже все по-корейски. В общем, он здоровый, эссенция здоровая. И пэдов тут, мне кажется, 60 штук, не меньше. Дай, дай, дай. А вот они уже могут 6 месяцев быть открытые. Но если каждый день использовать... 70, 70 пэдов. Так, открываем. Он с вами у нас зафольгирован тоже. Да, да, да. Наносим на лицо. Миленький кремушек. Достаточно жиденький такой. Ой, видите, стекает жиденький такой кремушек, легенький. Да, 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 да. Да, да, да. Смотрите. Ну, цена мулитки. Видите? Классно, да? Он такой липкий, да, вот прям вообще. Увлажняемся, увлажняемся. Корейский уход – это отдельная история, да? Я его люблю, тоже люблю, несомненно, люблю. Но это отдельная история. Так. Прям я много нанесла. Знаете, тут достаточно чуть-чуть. Он очень легко распределился. Очень легко. Так. Сейчас руки с вами тоже напитаем. Прям много я нанесла в этот раз. Кремушка. С этими продуктами классно делать массаж гуаши будет. Ну и вообще массаж любой. Потому что они такие все скользкие. Благодаря улиточке, да? Лицо разгладилось. Кстати, моя морщинка на лбу, она тоже разгладилась. Вот всего лишь за одно применение. Честно, девчонки. Потому что все напиталось, увлажнилось и уже ничего не видно. Где она? Вот эту я имею в виду. Классно. Мне очень нравится. Я не знаю, как насчет магазинов, где представлен этот бренд. Наверное, на маркетплейсах есть. Но на Ставе Кореи все равно выходят цены адекватнее. Каждый продукт до тысячи, а некоторые за 500, за 600 можно взять. И вот на год вот этого набора вполне хватит для достойного ухода. Еще умывалочку какую-нибудь, если добавить. И прям можно в себя порадовать к 8 марта. Очень классный уход. Смотрите, кожа сияет. Легкая липкость пока есть. Но после крема прям практически ее нет. Кожа лоснится. Кожа светится здоровьем. Не жиром, знаете, таким блестит, а светится здоровьем. Увлажненная, классная, лоснящаяся. Прям супер. Мне нравится. Сейчас еще покажу через какое-то время. Макияж, когда буду делать. Сегодня с вами новый оттеночек теней из палетки Хаберлик. Попробуем, потому что прошлый раз у нас был с вами самый яркий. Сегодня сделаем спокойный. Но тоже блестящий. Так что мне нравится. Смотрите, какая кожа. Супер. А еще, девчонки, я заказала себе вчера робот-пылесос. Потому что поняла, что я больше не могу 15 раз в день мыть полы. Потому что этот маленький пылесос по имени Крестюша, он подбирает любой весь мусорный пол, чтобы попробовать его на вкус. Это невыносимо мыть несколько раз в день полы. Хотя я очень люблю убираться. Мне это нравится. Но я решила, что у меня должен завестись такой помощник. У меня был обзор на моющий пылесос, который паром обрабатывает. Она сейчас пугается этого звука. Можно, конечно, про пылесоски убраться, но это тоже опять затратно по времени и так далее. Через несколько часов опять мусор. В общем, я решила заказать робот-пылесос. Я долго выбирала, посмотрела. В принципе, они сейчас от 2000. Но для меня было важно, чтобы там были какие-то показатели. Я не буду сейчас вам голову этим забивать. Когда он придет, тогда покажу. Не стала заказывать на Озоне, хотя там было выгоднее мне его заказать. Немного выгоднее. Потому что это все-таки Озона. И там, если не дай бог что, с возвратами или по гарантии можно сойти с ума. Поэтому заказала в магазине Технопарк. Я вам озвучиваю просто так. Это никакая не реклама, не подумайте, нет. Но они мне вчера позвонили и сказали, что он на складе только в Москве. Но в течение пяти дней обещали привезти. Так что как придет... Крестюша, корм! А то вообще поесть в этой жизни спокойно не сюда. Только миски ему поставила, чтобы он покушал бедный. И она пришла, дочила по воде его. Буль-буль-буль-буль по миске. Жулик ты! Мелкий! Так что когда придет, тогда вам все расскажу. Как выбирала, на основе чего. Я выбирала двое суток, девчонки. Я просто у меня голова. Потому что хочется купить, сразу нормально. Так что покажу теперь в следующих влогах. Так, а у нас с вами что еще сегодня? У нас с вами сегодня будем показывать вам с Ксюшей, наверное, да, сегодня. Сегодня суббота, как мы упаковываем папе подарок. Вот. И я вам обещала показать, что купили. Вот эту вот бум-коробку. По уходу. По уходу липкость практически пошла. И прошла, и видите, какое лицо сияющее. Я сейчас подойду поближе к свету, да, чтобы вы видели. Лицо сияющее, увлажненное. Прям такой лоснящийся. Мне очень понравился уход. Прямо изумительный. Все, личко разгладилось. Цвет, тон ровный. Даже декольте разгладилось, смотрите. Вообще супер. Классный уход. Усела всю Ксюшу, как она украсится. Нижний век, девчонки, подвела. Вот этим оттенком, который в углу. Сейчас. Неудобно. Надо какой-нибудь штатив для стола приобрести. Вот этим. Так. А века хочу, знаете, каким? Наверное, вот этим. Вот этим. Вот. Фу, это прикольный для телефона букет. Вот этим вот, в углу которой. Сейчас покажу. Вот этим. Сейчас будем пальцем. В прошлый раз не скатались. Сейчас посмотрим, как вот если пальцем. Нижний век вот этим подвела. Видите, как пылит? Видите, как она пылит? Пипец. Подставка для книг рулит. Так, погнали. Набираю пальцем вот этот оттенок. И переносим с вами на век. На пальце он выглядит вот так. Но слабовато будет. Невлажным способом будет более насыщенный и классный блеск. Хотя нет, вы знаете, нормально для повседневного макияжа пальцем. В принципе, нормально. Так. Освежающий оттеночек, кстати, такой. Морковный, я бы сказала, слегка. Так. Я вам потом на балкон еще в этом покажу. Но, как вы правильно писали, шиммерные оттенки жуют века. То есть оно получается вот такое вот морщинистое. Вот мое веко без теней, да? И вот век с тенями. Старое морщинистое веко. Это некрасиво, я с вами согласна полностью. Но оттенок вот этот, кстати, очень красивый. Можно было попробовать на праймер для губ положить. Неохота за ним идти уже второе веко. Так красиво. Я сейчас потом выйду, вам все покажу. Макияж завершу. В общем, пальцем достаточно интенсивно тоже наносится. Неплохо. Потом я немножко этого же оттенка набираю на кисть, чтобы нам с вами границы тоже растушевать и сделать все красиво. Пальцем так не нанесешь. Вот. Второе также. У нас будет коричневая подводочка и тушь ферст-класс. При нанесении пальцем они не сильно, конечно, сыпятся на лицо, но сыпятся в глаза. Макияж более наглядно. Судите сами. Оттенок красивый. То, что живет век, нехорошо. Многие тени такие живет века. Ну, такого бюджетного сегмента. Но эти тени не бюджетного сегмента. Такое качество, девчонки, такую палетку можно за 300 рублей на Альке такого качества купить. Я еще раз убеждаюсь. Поэтому вот как-то так. Так что попробовали с вами пальчиками. И видите, что у нас получилось. Тоже неплохо. Девочки писали, что не скатывается. Посмотрим. Дохожу до вечера. Посмотрим. Упаковывать папе подарок. Вот у нас футболка. Вот у нас коробка с Вайлберрис. С вот этой коробкой. Смотрите, как называется. И артикуль. Кому нужно. Да? Вот она. Так, Ксюша распаковывает зажигалку с Азона. Я буду распаковывать коробку. Вот как она выглядит. Спортбокс. Ой, что это такое? А, это просто такая наклеечка. Смотрите, как все презентабельно. Откроем, конечно же. Посмотрим. Зарядки в комплекте нет. Подходит, наверное, обычная. Что ты, сладкий? Возьми, дай ей что-нибудь. Она хочет быстрее поиграться с нами. Вот такая. Просто обычная черная. Я думала, она красивее будет. Как-то она на фото красивее. Бумажка какая-то прилипла. Так работает? Нет? Нет, она, наверное, разряжена, потому что она сразу как... А, или, или... Сейчас. Ой, девчонки. А, вот. Все, выключаем. Выключайся. Тут все равно горит. Как ее выключить? Закроем. А, все. Закрыванием выключается. Да, вот здесь дисплей. Крестюша! А это, наверное, уровень заряда. Как выглядит коробочка. Размер такой, но нормальный. Хватит все всунуть. Хватит? Да. Давай распечатывать. Или крышку. Вот, смотрите, у нас здесь, наверное, инструкция. И вот они конфетти. Здесь. Разного размера. И резиночка тут какая-то. Это чтобы как она выцепляет? Зацепить. Да, сейчас будем инструкцию читать или смотреть. На зоне она была. Видео. Вот инструкция. Аккуратно откройте коробку. Зацепите две резинки. А, положите подарок. Так, кладем подарок. Подарок запихнули туда футболку, зажигалку. Так, следуем инструкции дальше. Зацепите две резинки. Так. Ага. Сейчас будем делать пиво, как нарисовано. Вот они. Две резинки. Так, следующий пункт. Высыпать конфетти в карман россыпью. Какой карман? А, вот он карман. Ага. Легко на самом деле сделать, потому что карман не глубокий. Они все валятся. Вот еще в пакете остались. Ладно. Так. Заряди сюрприз, как на картинке. Руками все закрыли. Зарядить-то я зарядила. Но не сыпется. Сейчас посмотрю видео на Озоне. Ой, на Вайлберис. Запаковали. Закрыли коробку. Просто нужно было сверху опустить. Вот. Надеюсь, все получится. Я постараюсь, конечно, в этот момент заснять, если он разрешит. Вот. На этом влог буду заканчивать. Всех любят. Целую. Всем пока-пока. Ссылочки все полезные. В инфобоксе. До встречи. Пока-пока. Пока-пока.